всем привет вы на канале деянка блог меня зовут галина сегодня машинное вязание очередной узор в копилочку ажурная отделочная полоска для того чтобы вязать узор понадобятся инструменты линейка деккер с петлеуловителем клапана открыватель возможно деккер с крючком на обратной стороне можно использовать мелок для отметки петель на рельсе машины рассмотрим схему поскольку это отделочная полоса количество петель для узора 32 плюс краевые краевые по желанию каждый ряд нужно будет повторять по два раза то есть вязать каждый ряд по одной фазе рисунок повторяется с третьего ряда условное обозначение не закрашенный четырехугольник игла в рп кружок это ажур треугольник с наклоном влево это перенос влево 2 вместе с наклоном вправо перенос вправо 2 вместе сдвоенный значок знак петли с наложением и ажур перенос слева направо и обратно 2 вместе и и такой же значок но в обратную сторону перенос справа налево и обратно здесь получается 2 вместе начинаем узор с наборного ряда его можно выполнить произвольно любым способом рассмотрим первый ряд на схеме видно что узор симметричный относительно центра если вот провести линию которая делит пополам можно увидеть что он в зеркальном отражении вяжется что упрощает работу первый ряд по бокам узора ажурные мережки берешь как вяжется две петли вместе один ажур одна петля в работе один ажур две петли вместе чтобы получить ажур нужно с иглы переснять петлю на соседнюю иглу на освободившейся петле будет ажур или накид как в вязание на спицах а на соседней игле будет две петли вместе и так пять петель заняты мережками две иглы петли в работе в рабочем положении девятая игла две петли вместе с перед с переносом с наложением значит к этому значку к этой игле я подношу декер снимаю иглу на декер переношу на соседнюю иглу справа или слева и затем по схеме иглы в рабочем положении с 10 по 23 и дальше как я уже говорила в зеркальном отражение вставляются иглы на работу иглы выдвинули смотрим чтобы все иглы были в работе подравниваем их открываем язычки клапан открывателем прокладываем нить и провязываем одну фазу туда и обратно первый ряд будет провязан второй и третий ряд вяжутся аналогично только с разным количеством игл которые в работе остаются четвертый ряд также выполняется мережка на пяти иглах две иглы в работе далее перенос наложением декером с восьмой иглы снимаю петлю переношу ее на девятую возвращаю обратно на восьмой игле две петли на девятый ажур 1 игла в работе 11 игла ажур 12 2 вместе перенос с наложением значит с 12 я переношу на 11 на декере у меня две петли и возвращаю на 12 дальше иглы в работе и правая часть узора в зеркальном отражении вяжется пятый ряд пятый ряд также как и четвертый вяжется только здесь другое расположение игл которые остаются в рабочем положении и шестой заключительный ряд также на пяти иглах мережки потом три иглы в рабочем положении на 9 ажур 10 перенос справа налево с наложением с десятой иглы я снимаю петлю переношу на 9 9 2 петли снимаю обратно на декер и навешиваю на десятую иглу на 9 ажур на 10 2 вместе потом две петли в рабочем положении 13 игла ажур 14 2 вместе перенос с наложением и потом уже иглы в рабочем положении правая часть узора симметрично левый таким образом узор нужно повторять с третьего ряда в результате получится ажурная отделочная полоса которую можно вырезать в середине какой-то детали изделия на этом видео я сегодня заканчиваю спасибо всем за внимание всего доброго до свидания